Большие объемы снега продолжают быстро таять, что приводит к увеличению уровня воды в водоемах и ее разливу за пределы берегов. Ситуация с затоплением в регионах России неутешительная. Наибольшие сложности отмечаются в Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы из-за наводнения. Это стало следствием недостаточной прочности и надежности дамб и плотин, а также нерегулярного контроля за их состоянием. Во многих регионах ведется эвакуация жителей. В Тюменской области при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы. Неблагоприятную паводковую обстановку прогнозируют в Курганской области. Эта дамба прорвала. Понятно, что здесь не были учтены какие-то строительные нормы и не были учтены возможности безопасности, предусматривающей, чтобы не было таких аварий. Возникла техногенная катастрофа, которая привела к тому, что фактически получилось не столько даже подтопление, сколько наводнений на этой территории и затопило достаточно большое количество домов, то есть более 4 тысяч домов, участков, там почти 4,5 тысячи участков земельных. Причиной этих чрезвычайных ситуаций стало внезапное и обильное паводковое половодье. Предотвратить или немного улучшить ситуацию можно было бы, обновив систему водоотведения и защиты от наводнений, очистив водоемы и каналы от мусора, так как он ухудшает отток воды. Половодье сильно сказывается в местах, где застроены пойменные участки, ведь они изначально расположены так, чтобы принять весенний разлив вод, поэтому следует оставлять их нетронутыми. Вопросы безопасности – это всегда мониторинг состояния дамб и уровня воды, создание центров прогнозирования. Вследствие наводнения пострадали люди и животные. Большое количество домов стало непригодным для жизни. Гидрологическая ситуация тоже неблагополучна, ведь из почвы вымываются питательные вещества, и территория останется малоплодородной. Наводнение – одна из таких тяжелых форм катастроф, когда исправлять ситуацию приходится достаточно долго. То есть это ремонт домов, естественно, это ремонт построек, это выплаты социальные людям, которые пострадали в этой ситуации. Затем – это достаточно длительный период восстановления почв. То есть их надо восстанавливать, очистки территории от сгрязнения, потому что ты уже говорила, что это санитарно-педиологическая обстановка нехорошая. Это налаживание системы водоснабжения, налаживание системы канализации. Это всегда обычно страдает в первую очередь система водоснабжения. Она сразу загрязняется, местами рвется, система канализации часто повреждается. То есть с этим совсем надо работать. Казань, в свою очередь, защищена от наводнений, ведь у нас есть система инженерной защиты, которая включает в себя дамбы инженерной защиты, дрены, по которым вода должна отходить, насосные станции и ряд бассейнов, в которых вода может скапливаться. Власти затопленных регионов принимают неотложные меры по защите населения и предотвращению ущерба от паводков. Ведутся работы по укреплению береговых линий, строительству временных дамб и разливов, эвакуации людей из затопленных районов. Спасатели и волонтеры активно участвуют в оказании помощи пострадавшим от наводнения, организуют эвакуацию людей из животных. Дарья Артамонова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости.